Да, ребятки, всем привет, вы на канале Семена на чемоданах, с вами я, Слоян. Мы в полном составе, приглашаем вас в новый сезон, в путешествие по Грузии. Ставьте лайки, пишите комментарии, сегодня будет очень интересно. Мы, кстати, на машине и валафом. Обязательно посмотрите все предыдущие выпуски с предыдущих сезонов. Погнали с нами дальше. Кстати, сразу сходу цена на топливо 2 лари, 2,63, 2,75 стоит дизель. Сколько же и стоил, это 60 рублей, 70 рублей. Первым делом мы заскочили в магазин, чтобы проверить, работает ли здесь турецкая карта. Работает. Купили, естественно, любимое, Баржоми. Красота. 2, а, 1,75 лари стоит. Вот. Отметим приезд в Баржоми. Кстати, а еще, ребята, мы почти год прожили в Турции, без экометов, не заплатив никакого штрафа. И тачка у нас была тоже почти год там. Это лайфхаком, которым пользоваться нельзя. Не надо, ребята, не рискуйте. Это очень стрессово. И только для самых дурачков, как мы. Так, я прям по памяти еду на одну парковку, где собираются вообще все ванлайферы. Там прикольная набережная, там можно заночевать. Короче, вот прям тут прикольно. Сейчас посмотрим, правильно ли я еду. Я вот просто, видите, не совсем уже помню. Интернета у нас пока нифига нету. Вот. И мы без связи. Надо было все-таки в Турции купить еще сим-карту на Грузию. Просто я цен не знаю на местную сим-карту. И, возможно, местная сим-карта будет гораздо дешевле. Да, как-то так вот мы и ехали. Так. Лужи. Я помню, все лужи здесь постоянно. Через лужи мы ехали? Да, мы постоянно через лужи ехали. Ладно. Ну, смотрите, здесь на самом деле, пусть и небольшая, но тем не менее, вот в деревне ванлайферов стоят автодома. Да, мы сейчас тоже где-нибудь здесь остановимся для того, чтобы попить чаечек Мирошка Ратта. Да, там сиськи и молочные. Эй, здорово! Ну, отпади. Господи, как я люблю вас, коровки. Тихо-тихо-тихо. О-о-о, ты что? Правильно. Пинка ей дала. Да, так она пинка ей дала, говорит, ну-ка. Вот так вот, ну-о, с маркизиками со всякими стоят. Ну, автодома, вот, маркизы вытянули. Сейчас посмотрим, кто из наших здесь вообще есть. Возможно, у меня даже наши подписчики. Вон еще справа стоят. Короче, куча всех. Мы здесь на самокатах катались. Ну, и вот, собственно, российские экипажи стоят. Я думаю, что где-то и тут нужно вставать. Рядом с российскими. А вот казахские два экипажа. Так, ладно, сейчас посмотрим. Что же делаем? Ха, первые шаги, ребята. Не представляете, как мы соскучились. Смотрите, как здесь прекрасная набережная. Все будет подсвечиваться вечером. Там мусорочки, караванчики. Все как и мы стоим. Вот так вот с видом на горы. С видом на Турцию. Такие вот пляжики. Смотрите, какая красота. Все пусто, никого. Замечательно. Море здесь уже чистенькое. Мы решили сегодня вечером, естественно, ответить. Приезд в Грузию. Возьмем хинкальки. Наверное, сегодня хачапульки. Обязательно вечер возьмем бутылочку вина. Посидим здесь, покупаемся, разопьем. А пока будет купалочка. Смотрите, какая огромная чайка сидит. Нас встречает. Ну что, привет, Черное море. Давай, Настена. Привет, Блакси. Давай, давай, ныряй сразу просто. Такая гальпа вообще. Сочинская почти. Давай, 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 давай. Давай, заходи, та еще история. О, отлично. Мироша, пойдем купаться. Пойдем, сынок. Блин, все уже искупались, а я нет. Ой, какая волна, Мироша, держись. А вот так вас не дали. О, вот это ни разу не средиземское. Вообще, да. Ой, красота. Ну все, круть. Да, детство. Я говорю. Да. Мирошка нафлакался на границе. Ну, физика петь. Ой, какой бомб приложу. Хотел мультики, а мама не понимает. Да, обязательно смотрите предыдущий видеоролик. Мама не переживает, наверное. И он там укроил рев такой. Ну, ничего. Ну, не знали, чем помочь всех дружно. Ух. Ух. Какой кайф, ай. Ух, вот это грязно. Ну, а, конечно, это не средиземочка. Ну, оно это, штормило еще, видишь, дожди здесь. Здесь, здесь дожди шли долго. Да, здесь веки приезжают. Ладно, ребята, я пойду вас оставлю на берегу, а сам пойду занырну как следует. Ну, хочу вам сказать так, что после океана, Средиземного моря, Игейского моря, Черное море показалось сразу каким? Первым. Первым, ну, первым-то, понятное дело. Оно вообще не соленое, вообще. Ну, вообще пресное, а? Прикольно. Мари, чай, как сидел, так сидел. Я еще пофигаю на всех. Классное. Все, сейчас идем. Дети пока будут кататься на самокатах, мы будем готовить обед. Смотрите, вот, Воллаф начался. Вот так вот ужин пришел. А, да. Да, дети катаются. Тут же суп варим. Прикольно. Я же сказал, что он уже пришел. А что? О, маленький, иди, смотри. Да, теленки, правильно. Мирошки, теленки. Мне кажется, вот столь где вообще. Покажи, вон. Так, где он там? Да, вон, ему прям нравится. Вон они по набережной, видите? Туда-сюда. И наконец-то мы можем покушать вот с таким вот прекрасным видом, поготовить с таким прекрасным видом. Никуда не спешить, просто вот так вот пожить. Невероятно. Я надеюсь, что многие из вас тоже скучились уже, а то все, квартиры, квартиры, да? Кайф. Там я думаю, что два-три километра и конец набережной. Я устала. Устали? Ну что, пойдем еще. Поели, чай попили. Мирошка что-то так днем не хочет спать. Я сел за работу. Дети уже убежали куда-то там, заобщались. Здесь вообще в каждом автодоме по нескольку детей. Прикиньте. Короче, нам явно будет здесь не скучно. Еще здесь подъезжал один автодом на краснодарских номерах. Чуть-то, короче, мимо проехал. Видимо, не стал останавливаться. Дети уже изъездили просто вообще всю набережную вдоль и поперек. Говорит, туда три километра, говорит, уехали. Туда еще куда-то уехали. Там, говорит, начинается туристическая зона, всякие палатки. Вот. Ну, возможно, вечером уже или там в другом выпуске туда прогуляемся. В любом случае, здесь мы постоим какое-то время. Может быть, дня два. Потом будем куда-то переезжать. Фух, пока ничего не охота. Пока хочется купить грузинского вина, поесть хинкали, хачапури, покупаться в море и все, отдохнуть после столь далекого и длительного переезда. Итак, два часа. Два часа, да, сидим? Да и час. Может быть, час. Просто ничего не делаем. У нас Мирошка уснул, дети катаются. У нас самокаты. Ой, вот эти два автодома, которые стояли, как мы заезжали, 22 регион оба. У одного три девятки, у второго три пятерки. Прикольные. 22 регион, забыл, что за регион. Вот в комментариях напишите, вдруг у нас есть зрители с 22 региона. Они уехали в Батуми, в город. Мы сейчас тоже поедем Мирошку, только дождемся. Я сижу так раскумарил, короче. Я вот сижу и залипаю. Это, видимо, в напряжении ехали, потому что непонятно было, что и как. Куча комментариев, что вам жопа, вы лишены машины, у вас ее заберут и так далее и тому подобное. А в итоге все вот нормально, сидим на берегу. И в какой-то момент я, короче, отпустила. Словно ты такой протрезвел резко вот так вот. И резко раскумарила, хочется спать. Что это может быть? Я не один так сижу. Настенка тоже сидит тупит. Все просто, нет интернета. А, еще, кстати, да, у нас интернета. Просто мы еще не купили симки, у нас нет интернета, мы не можем посмотреть комментарии, которые нам пишут. Там, может, нас уже там вообще обливают, а мы даже почистить ничего не можем. Да, ой, короче, вот так вот. Сейчас Мирочка проснется, пойдем за интернетом. И есть. И есть. Хинкали. И вино грузинское. Пить. Пить. Вино грузинское. Мы собрались, привели себя немного в порядок. Последний штрих, надо открутить только лейку. Я на все-таки говорю, надо было вообще поесть давно хинкали, купить вина, поставить стол, подолюбоваться на закате. Тем более, закаты давно такие не видели, чтобы солнце падало прямо в море. Но не знаю, сейчас посмотрим, как пойдет, потому что у нас основной еще момент, это то, что нам нужно купить сим-карты сегодня прям обязательно. Ну что же, let's go в Батуми. Встречай. Хинкали. Насыпай. Вот это колоритные дома, конечно. Вообще. Я, кстати, еще в том году эта тема удивила. Дом и просто пристройка, балкон. Как они это делают вообще? Почему они это делают? Так прикольно. Мост через широченную реку. А вот здесь, кстати, вода, смотри, река-то чистая, Настен. А вон прям люди, смотри, на берегу стоят с палаткой. Прикольно. На лодках плавает. Прикольно. Приехали мы в Батуми и стоим в пробках. У нас первая задача купить сим-карту. И хрен его знает, где ее здесь купить. И уже 10 раз подумал о том, что нужно было сразу хотя бы одну сим-карту купить на границе. Но вот, увы, не купили, а теперь вот катаемся и не понимаем, где ее брать. Еще в Батуми поражают, конечно, эти все небоскребы со всех сторон. И все строится, строится. Они высоченные. Красиво, конечно, но бетон дело на любителя, конечно. Так, пару раз глянуть, если. Ну, короче, прикиньте, во-первых, в центре города просто толкаемся по пробкам. В итоге я бросил машину, увидел там торговый центр, говорю, наверное, там есть. Пошел. Пропал на час. Целый час, представляете, мне оформляли сим-карту. Час, сим-карту. Так все долго, просто, мама, не горюй. Он 6 раз переписывал мою фамилию, потому что допускал там постоянные ошибки. Это вообще был отдельный какой-то прикол. Сейчас смотрим этот дом Хинкали. В итоге пишет, что закрыт уже. Мы пришли в полюбившийся нам ресторан. Называется Хинкали в центре Батуми. Уже заказали хинкали, хачапури, домашнее вино. Короче, мы сейчас обожремся. Наконец-то поедим вкусной еды. Да, Мирош? Девань, ну это не нам. Мирошка кушать хочет. Ням-няв, эли, да-няв-няв. А еще и сегодня сгорел. В Турции не сгорел, а в Грузии сразу сгорел. Вообще сильно, и Мирошка сгорела. Да. Вот, кстати, мы часто наблюдали в Турции, как цены растут в отражах. Здесь, как год назад были цены, так они и остались, представляете? Ни на что не выросли. Топливо такое же. Здесь цены все такие же. Вот это прикольно. Короче, у нас походу не за счет с посещением, знаете почему? Потому что мы заказали нити хинкали. Вот для Мирошка. Для Мирошка. Это мини хинкальки, чисто такие. Для Мирошка. А мы-то хотели большие. И нам, видите, принесли. С хлебом что-то взрослым. Эх, ну ладно. Ну ничего, Настенка уже попробовала? Как тебе? Очень вкусно. Очень вкусно? С приездом. Теперь принесли детям то, что они очень давно хотели. Это хачапури лодочка. Невероятно. Ну-ка, Тёма, давай пробуй. Так они мечтали. Да, Артём, расскажи, как ты хотел. Ой, я пуплю. Очень вкусно. Поедем? Сейчас масло с ним поедет. Артёмка наконец-то дождался, да? Своё любимое блюдо в Бургии. Да, потому что я люблю мясо. А, кстати, хинкальки маленькие. Вот идеальная порция для детей. И поэтому берите. А мы заказали себе ещё большие 10 штук. А вино, ребята, я такое, по-моему, в жизни не пробовал. Да, это гинзмараули, полусладкое, домашнее вино. Вообще нереально. А два борща. Воно вообще вот просто. Мы такое вкусно, ну что похоже пили вот в Крыму у нашей... У нашей знакомой, у нашей подруги. У нашей подруги, да, Елена Владлена, на домашнего. Вот они сами сделали очень вкусно. Но это вообще, это нереально, да? Да, вот после всего, что мы в Турции пробовали, это вообще просто несравненно. Ну вот, нам принесли нормальные хинкали. Ой, Мирошка тянет свою ручонку сразу. Ну что же, на что на стенах? Ага. Огонь, да? Это то, о чём ты мечтал уже, вот почти, да? Да, 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 да. Это твои, дай, дай, уже не лезет ничего из-за. Всё, группа, у меня сейчас лопну. Я не знаю, как всё уместить. Мирошка тоже всё быстрее, а мальчишки даже не осилили, потому что очень большие лодочки. Очень большие порции вообще в целом. Огромные порции, да. Мама, что будет, нам ещё, чтобы боржови забрать, если можно? Ешьте, давайте. Хачапури. Нет, пап, можно не попасть? Всё это удовольствие нам обошлось в 126 лари, плюс чаевые, итого 138,60 лари. Фух, ну мы, конечно, объелись по-царски, да? Нереально. Если вдруг вы приедете сюда с детьми, и дети захотят хачапури лодочкой, всегда берите одну на двоих. Потому что смотрите, сколько у нас осталось. Баун, баун. Грубо говоря, одна штука и осталась. И одну хинкальку тоже впихнуть уже невозможно. Вообще совсем. Вот так, сейчас поедем. Впихали как-то, да, но не впихали. Это невпихуемое. Ну, собственно, объевшиеся вообще просто. Вот, я не знаю, вот до сюда просто. Едем, едем домой. Не сигналь мне. Класс. Ой, сорян. Это уже я. Ладно, сейчас приедем, посмотрим, какая там обстановка. Надо постелиться будет. Там вроде фонари есть. Заодно покажу там вечернюю набережную в Гоне. Поехали. На ночь глядя, вот так вот, просто на автомойке добываем себе воду. Здесь такой шланг протянут. Вот здесь парень говорит, это очень хорошая вода. Прям ништяк. Знаешь, сейчас затаримся. А то мы сегодня что-то все израсходовали. Вот представляете, вот ночью обычно едешь, когда не знаешь, куда встать. Вот прикиньте, вот едешь и все. Вообще, дебри, ничего не видишь. Но вы-то сегодня видели ночью, да, куда мы едем и знаем, куда мы едем. Что мы едем в отличное место. А вот так вот, когда ночью приезжаешь, вот и получается непонятно, что. Все. Мы постелились. У нас напоследок, короче, греется еще чаечек. Вот так, смотрите, классно подсвечивается набережная. Там курортная часть, там не курортная. Все, ребятки, будем завершать первый день в Грузии, как говорится, в Долса. Смотрите, как луна светит. Здесь так прекрасно. Кстати, здесь есть немного комаров. Что не совсем, не совсем вау. Что, Темка? Все, пойдем отдыхать. Да, отметили приезд, все великолепно. Давайте дальше с нами. У нас здесь прям в двух шагах есть магазины. Вот в этих домах. Но смысл в том, что я сегодня с утра туда пошел, купил палку колбасы, хлеб. Думал, вот это сейчас поедим. А в итоге, короче, карта не проходит. Но она не то, что там что-то считывает неправильно. Она просто ее даже не считывает, короче, представляете? В итоге здесь есть рядышком банкомат, супермаркет. Решили сразу туда доехать тогда. Может быть, нал снять. Вчера все везде платили, все хорошо было. Не знаю, что это может быть. С зератовской карты. Ага, считаете. Получилось снять 100 лари. Посмотрим, какой курс. Короче, получилось, вот видите, снять 100 лари. Единственное, что теперь снова надо перестраиваться. Если в Турции 100 лир, это 350 рублей, то здесь 100 лари, это 3 500. И ты смотришь на цены, думаешь, ой, дешево, дешево. А по факту может получиться ого, как дорого. Короче, такие дела. Покажу вам немного грузинских денег. Смотрите. Это 20-ка. Короче, знаете, что напоминает? Артем говорит, у них деньги напоминают ланкийские. Ну вот серьезно, они такие же маленькие, а еще очень похожи у них языки. Ну в том плане, что правописание, как сингальский. Вот прям, не знаю, он ничем не отличается. Кто вот был на Шри-Ланке, точно поймет. Вот десятка у них выглядит вот так вот. Деньги прям красивые вообще. Здесь какие-то поэмы прям написаны, особенно на двадцатке. Видимо, какая-то история чего-то. Кто в курсе, напишите, пожалуйста. Вот, так выглядит пятьдесятка. Это мы вот сто сняли. Надо сейчас еще посмотреть, по какому курсу он снял. И вот заехали, купили еду. Молоко, конечно, золотое. Мне кажется, проще его не пить. Стоит 5,85 лари. Вот умножайте на 35. Это, конечно, жесть. Ну если про рубли говорим, да? Хлеб не знаю поскольку. Палка колбасы 11 лари стоит. Вот такая вот, не знаю, надеюсь, вкусная. Ну вот по-русски здесь даже написано. Вареная колбаса чайная. Сейчас попробуем. Ну и еще такие пряники взяли тоже что-то. Шесть или восемь лари. Ну тоже до хрена там стоит. Как-нибудь обязательно сходим в большой супермаркет. Очень хочется все-таки прицениться по ценам. Но пока, пока не радует. Но мне кажется, сейчас вообще цены нигде никакие не радуют. Короче, колбасу все заценили. Вон Мирошка наяривает. Родик наяривает. Все наяривают. Вкусная. Носенка говорит, да, туркам до нашей колбасы. И потом такая пауза. До нашей грузинской колбасы. Еще топать и топать. В Грузии у нас все равно, вовсе Советский Союз, похожи продукты. Смотри, он, короче, пожевало выплюнул и берет новый кусок. Мироша, ты перевод продуктов-то нам не делай. Они стоят денег, ее красоте. Вот тебе и мг. Слушайте, ну какой же кайф, а? Вот утром никуда не надо. Проснулся. Вот мы так обожаем, а? Вот вывалился просто из машины. Сразу в море. Пустой пляж. Кра-са-та. Потом позавтракал. Ну, клево же, а, согласитесь? И самое классное, что дети бегают, гуляют, куда-то уезжают к соседям. По набережной в один конец, в другой конец. Ой, хорошо. Купили же сим-карту мы, да? Турецкую, не помню. Ой, господи, турецкую. Короче, я теперь еще несколько выпусков буду говорить Турция, Турция. Вместо Лари говорить Лиры, короче. Ну, это обычная перестройка. Но смысл в том, что взяли одну на, значит, 7 дней безлимитный интернет. 35 лари. Раздача можно. И, короче, сейчас вот все подключены к одному, к одной сим-карте, да, через раздачу вай-фая. Грузится все очень быстро. Интернет прям лютейший. После Турции, это, конечно, вообще супер молодцы. Интернет сделали хорошие видосы, много гигов. Все загружается прям шикарно. Здесь, кстати, в Гоню, помимо вот этого красивого вида на горы, да, вот этого шикарного зеленого поля, шикарный вид на коров, здесь еще и вечером комары. Представляете? На самом деле, это так дико после Турции, потому что в Турции то ли их травят, то ли их нет. Ну, насекомых там в любом случае травят. Вот, и как бы по комарам мы, так сказать, соскучились. И вчера вот начали спать. Поэтому мы достали свои ланкийские вот эти вот штуковины. Нам даже на Шри-Ланке они помогали. Они не воняют так, чтобы жесть, да? Они экологические. Они зажигающие, это какое-то благовоние, и комары избегают этого благовония. Вот, заодно протестируем на российских комарах, ой, на российских, господи, на грузинских комарах сегодня. Но если не пойдет, я думаю, вот такая вот хреновина вот эти пластинки справятся. Их обычно с зажигалочкой поджог. Прошелся прям чуть, и все, и все комары и гейм-овер сразу. Сгонял еще раз магазин через это поле. Потихоньку изучаем эту парковку. Да, в том году мы стояли, но на ней стояли очень мало. Получается метров 200 до магазинов. Здесь же есть где набирать воду и сливать туалеты. Просто здесь, на самом деле, огромная тусовка ванлайферов, наших русскоязычных, которые уже все здесь поотмечали, говорят, куда ехать. Вот Настенка моет посуду из нашей трубы. Я сходил вот в магазин, купил, короче, картошки, два пивка грузинских. Сейчас покажу. Вот он сейчас там вылет, и будет прикольно нам потом спать. Тоже в том году такое брал, мне прям понравилось. Какое-то золотое. Так, и купил еще, что еще купил? А, и купил еще воду. Кстати, вода здесь, нету 5-литровых бутылок. Где она? Утром молоко, которое покупали, все. Минус 200 рублей. Молоко какое-то, капец. Ну, надо вообще, напишите в комментариях, может, кто-то знает, где можно купить оптом молоко. Ха-ха-ха, ящиком. Короче, что насчет воды хотел сказать, смотрите. Вода здесь в 6-литровых бутылках, 5-литровых нету. Есть 3-6, и, по-моему, идет 12 литров. Очень такая странная история. Вода стоит 4,50. Картошка не знаю сколько. Я купил еще, смотрите, консерву. Тушенку. Да, тушенку 5,50. Сто лет не ели, думаю, давайте супер тушенки. Короче, мы все, что-то скутить, его не ели. Да, сейчас наверстаем. 5,50. И вот это вот 3,50 стоит, Ларе. Вот так вот. Сейчас будем готовить. И вот 3,50. Еще, кстати, пока мы находимся в Грузии, нужно решить вопрос, как заправлять этот баллон. Может быть, тоже кто-то знает. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Смысл в том, что здесь нету такого переходника традиционного. Либо его где-то купить, либо, может быть, кто-то находится в Грузии, нам подгонит такой, не знаю, даст попользоваться. Но в плане того, что этот баллон очень маленький и удобный. Нам этого баллона хватает на месяц примерно путешествий, вот когда мы каждый день готовим. Поэтому терять его как бы не совсем хочется. Он очень удобный и стоит дешево. Суп у нас сегодня будет из турецкой чечевицы. Кстати, кто не знал, мы просто недавно узнали, оказывается, чечевица варится очень быстро. Не так, как горох. Буквально там 5 минут, и она уже вареная, представляете? Вот такой вот лайфхак. Просто после того, как мы узнали, мы стали ее покупать часто. А до этого не покупали. Думали, что с ней нужно будет геморроиться и долго варить. Пока варю обед, Мирошка спит. Пацаны пошли заниматься скноролицей, короче, нырять под воду. Господи, не смог выговорить слова. В общем, это, они еще надеются. Эти маски мы покупали на Шри-Ланке. И пацаны, видимо, сейчас надеются, что они что-то смогут разглядеть в Черном море. Вообще, на самом деле, что хочу сказать. Когда ты вот покупаешься только в Черном море, и ты такой, типа, блин, вот прям Черное море, Черное море, прям вау. Нет, оно наше родное, бесспорно, любимое. Но когда ты открываешь для себя другие моря, тем более океаны, ты потом приезжаешь на Черное море и думаешь, так, 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 так. Не знаю, как это работает, но это реально так. Здесь так интересно солнце как-то расположено. Мы, короче, смотрите, кушаем, завтракаем здесь. Солнце там встает. Обедаем уже возле багажника. А ужинать уже будем вот с этой стороны. Потому что солнце так клево перемещается. И даже неважно, есть ли маркизы или нет. Вот тут ребята выкатывают маркизы, а от маркизы толку нет. Я не знаю, какое-то странное расположение у солнца, что тенька прям вообще минимум. Смотрите, как здесь забита парковка. Ребятами, кто приезжает, вообще сюда обычно местные приезжают купаться. Туриста здесь мало, я уже показывал вам достаточно пустой пляж. А мы сейчас хотим доехать до водопада, который находится на границе с Турцией. Дело в том, что мы его проскочили. Он такой достаточно большой, высокий. Прям на дороге вообще. Просто его проскочили, а сейчас хочется остановиться, посмотреть, потрогать, пощупать. Купаться навряд ли будем, конечно, в нем. Но тем не менее. Посмотрим, что и как там. Так сказать, достопримечательность посмотрим. Природную. Снова мы заезжаем в Сарпи. Не так давно сюда с той стороны заехали. Теперь заезжаем с этой. Но не для того, чтобы ехать в Турцию. Туда пока не можем поехать. А для того, чтобы посмотреть водопад. Как я сказал ранее. Главное его сейчас не проскочить. Здесь, кстати, дикие пляжи тоже. Видите, вот люди здесь купаются. Ходят на них. Машины так и вставляют. Мы приехали. Смотрите, вот уже вот тут вот начинается этот пункт пропускной Сарпи. Здесь стоят куча фур. Здесь у нас дикий пляж. Вот, собственно, вот это вот и есть водопад. Стекает. А теперь посмотрите, как круто выглядит водопад. Вообще просто невероятно. И на самом деле все достопримечательность эту проезжает. Но вообще гигантский. Просто гигантский. Сейчас нет людей. Смотрите, если вы готовы, то смотрите. Баум. Блин, вот это кайф, да? О, я нашел самое, самое прохладное место в Грузии, короче. Слышишь? Вот здесь прям. Обалдеть. А еще можно спуститься, кстати, вниз. Пойдемте сфот... Это, вниз спустимся. Здесь сразу стоит табличка, как называется. Сам непосредственно водопад. Святого. Андрея, да? Я себя правильно понимаю. Здесь стоит стела. Блин, прикольно, конечно, вообще. Фото. А, здесь, короче, смотрите, можно сделать даже фото на троне. Но оно платное. Но делать не будем. Стоит 2 лари. Просто посмотрим водопад. Сейчас. Да. Единственное, что такое водопад, что в нем не покупаешься. То есть здесь не нырнешь. Что, собственно, я очень люблю. Вот, что надо в жару, ребята. Ой, красота. Единственное, что я здесь помочил руку и ноги. Вот прям на самом деле ноги хотя бы окунаешь и все. И ты освежился. Блин, обалденно, вообще. Так, кто-то на трон уже залез. Пойдем. В общем, будете в этих краях, обязательно заскочите хотя бы минут на 5-10. Ноги помочите. Заехали, купили местное мороженое в Рожке. Стоит меньше 1 лари. В 95. Ну, кто он? Он так и сказал копейки, кстати. Вот так вот. Прикольно. А сейчас едем на следующую достопримечательность. Ну что же, добро пожаловать в Гонийскую крепость. Представляете? На самом деле она находится вот у нас прям через дорогу, где мы стоим, да, в Аллафом. Не знаю, какого века она, но выглядит прикольно. Вообще, как-то раз я уже говорил такую тему, что огромный респект архитекторам и строителям, кто строил вот эти вот все древние крепости, что они дожили вообще до нашего века и сохранились в очень достойном состоянии. Это без использования каких-то там сверхсовременных технологий, прикиньте. Сейчас посмотрим, сколько стоит вход, вообще работают ли они. Погнали вовнутрь. Кстати, смотрите, с 10 до 18 работает. Сейчас посмотрим, сколько стоит вход. Парам-парам-пам. Фуууу. А, вот, 8. Попали на территорию. Вход нам обошелся в 16 лари, 8 на человека. Дети наши бесплатные, не знаю там со скольки лет. Здесь на кассе прекрасно говорят на русском. Ну, на самом деле, это люди того времени не беспроблемно говорят, а вот молодежь, она уже это, все, это не то поколение, как говорится. И, собственно, нам рассказала она, куда идти, говорит, идите прямо, там музей. Погулять, скажите, про территорию погулять. Территория огонь вообще. И вот самый кайф приехать вечером, когда уже солнце йог, ну, закончилось. Ха-ха, солнце йог. Да, прикольно. Не, очень хорошо, мы любим, давно мы не гуляли в Невъезде. Да, в таких местах. Давно мы не показывали вам красивые места. Сегодня именно тот выпуск. Очень надеюсь, что мы сможем, да, показать красивые места Грузии, сами посмотреть, вам показать. Уже начинается, понимаешь, вот, все. Да, очень надеемся, что вам понравится. Это Мирошка. Здесь, кстати, вечером, когда еще стемнеет, вот это все будет шикарнейше подсвечиваться. Блин, территория крутая, здесь еще, видимо, проводят свадьбы, видите, вот эти вот такие веранды, террасы. Как они сделаны. Сходите, пожалуйста, по бордюру. Очень классно. Естественно, здесь на территорию вот эти вот красивые высадки. Биум, цветочки. Она сказала нам дойти направо, какой-то есть. Музей, музей, колокол и есть вода. Вода есть, хочется пить, то будет неплохо. Так, ну вот. Вау. Здесь, правда, нет никакой информации. Это, видимо, щиты обороны. Да. Прикольно. Византийский, римский временал, у него Настенка говорит. Вау. Мама, что такое? Смотрите, что такие дневные дети. Да. Посмотрите, из такого вообще ничего не было. И вот эта ваза, я не знаю, походу, да, ее восстановили, видите, все клеем так проклеено, проклеено. Да, и остатки, кстати, крепости. Уже часть, уже все осветралось. Мамочка, 24-23. Да, конечно, всех времен. Здесь, кстати, также на территории вот стоит часовенка. Маленькая-маленькая. Так, здесь, кстати, вот как раз есть табличка. Можно даже почитать. Ну, сразу же отсюда мы попадаем в археологический музей. Пойдемте посмотрим, что там есть. О, прикольненько здесь. Так, руками ничего не трогайте, только парни. Здесь написано все на английском и на грузинском. Поэтому, конечно, слабо, что поймем. Лучше ходить с экскурсией, но мы пока с детьми с экскурсией не ходим. Да, это все вот это древние приспособы. Да, да, здесь вот видите, все, что вот выкапывалось на территории, все сюда поместили в музей. Посуду, смотрите, да, из глины, наверное, она. Я говорю, даже посуду, да, сохранять до наших вообще времен. О, бусы, украшения. Сережки даже, да, какие-то есть? Блин, прикольно, конечно. Люди везде пола лесника. Ну, вот. Нет, да, я досмотрю все. О, кольца. Да, вот они кольца смотрели. Класс. В камере, в кольце. Вау. А, а это, смотрите, нашли, видите, останки посуды. И проектировали, как они вообще выглядели. Вау, вот это вообще классно. Монеты, смотри, Темка. Монеты, смотри, какая большая, большая. Да. А ты, конечно, сонечка. Ну, вообще, слушайте, невероятно. Блин, здорово. Мы давно не ходили в такие музеи, конечно, углубиться в историю, прикоснуться, так сказать, это вообще особое удовольствие. Дай ручку, походи с ним за ручкой, дай братику ручку, чтобы он тебя тут еще орицет. Дошли мы до, смотрите, оружия тех веков. Это катапульта, походу дела. А как их активировали? Может быть, это какая-то... Не знаю. Может, там даже мяч лежит. Шмырялся какая-то. Ну, я и говорю, катапульта, швырялка. Катапульта, та же швырялка. А, это что такое? Все то же самое. Пойдемте, подойдем поближе, посмотрим. Здесь можно даже подняться на смотровые башни. Сейчас пойдем, сходим. И здесь получается лагерь ванлайферов третьего века, да? Лагерь ванлайферов третьего века, палаточников. Видите, я говорю, вот вы нам что-то пишите, пишите, как так можно жить. Блин, со времен третьего века так люди путешествовали, живут по миру. Правильно же? Да? Вот так вот, кочевники. Все... Я не знаю, что такое. Бочья какая-то. Бочья какая-то. Нет, конечно. Видишь, написано, нельзя. Вот, они вот так вот грели посудинку в котелках. Вот так вот, костерчик. Вот такой клевый мангал был, который сохранился до нашего времени. Видите? Палатка в полный рост. Не то, что сейчас, да? О, смотрите, какие крепления у палатки были, растяжки, да? Не хухры-мухры. Это не вот эти вот сейчас колышки. Ветер дунул и до свидания. Вот так вот, так что... Потому что мы просто поддерживаем традиции тех веков, правильно? Папа, а это что такое? Что? Нет, у нас уже есть машина. Ну, что это? Но у них были лошади. Что же, пойдемте поднимемся. Направо, смотри, скорее, направо, налево, во! Пап! Пап! Темик, аккуратно. Так, мы сродик... Ой, сколько тут ящериц, короче. Мы вот тут за ящериц... А где там еще ящериц? Вон, вон ползет по стене, смотри. Не вижу. А, да, вон. Да, такое вот. Укрепление. Вон, вообще повсюду ящерицы просто. Где еще? Вон, вон, вон еще. Наверху ползет. Я не вижу. Какие ящики? Ну, здесь прохладно вообще. Смотри, каким летом, да, было хорошо? Все построено правильно, без кондиционеров люди жили. Да, ступеньки были. Явно не для маленьких людей. Опа! Опа! Ну, пойдем дальше, Тима. Мам, ты видишь? Сейчас посмотрим. Полишки малюсенькие. Да. Получи на пальце. Ох. Ага. Добро пожаловать в смотровую башню. Какие виды? Так, какие виды? Так, виды на соседние башни здесь. Тома. Виды на горы. Краю не подходим, Родион. Да. Ух. Прикольненько. Я думал, где-нибудь вид на море откроется. А нет. Получается. А, вон те, наверное, дальние башни, а не на море. А здесь так. Фух. Что, Мирошка, прикольно? Угу. Да? Нравится? Да, нравится. Туда хочешь? Давай, что там? Ооо. Вот эти деревья, наверное, тоже с того века. Старинные эвкалипты. Вот такая вот, ребята, крепость. Агония. Опа. Фух. Будете в этих краях, обязательно заедте. Погуляйте. Вот так вот, вечерочком. Давай, Мирошка, слазь с меня. Фух. Чтоб не жарко было. Пройдемте. Двери. А вот их колодец. На всю деревню стоял. На всю крепость. Ну, глубокий. Там вода есть, кстати, представляете? Грязная. Ну, таким не пользуются. Просто пыль летит. Смотри, пои пальцы, чтоб не бежать. Да, я попробую. Попробуем. Здесь есть прекрасная фотозона. Здравствуйте. Привет, мой мужик. Привет, мой мужик. Тетечка. Привет. Привет, Саня. А я девушка. А Мирошка посередине. А Мирошка, ты за счетом стой. Смотрите, у вас там головастик какой-то уже. Уезжали, сколько было машин. И сейчас люди просто, видимо, приехали смотреть закат. И он сегодня, да, он сегодня будет прекрасный. Кайф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok